Дорогой Владыка Вениамин, дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас поздравляю с праздником. Сегодня Великий Четверг. Это великий праздник для всей полноты православной церкви. Этот день не входит в число двунадесятых праздников и даже великих праздников, но этот день Великого Четверга является краеугольным камнем и краеугольным основанием православного вероучения и православного богослужения. Сегодня мы по образу Тайной Вечери совершили причащение тела и крови Христовы. Сегодня мы слышали прекрасное поучение на тему причащения тела и крови Христовой. Сегодня мы причастились с вами к этого величайшего дара. Мы не только прикоснулись, мы не просто вспоминали Тайную Вечерю сегодня, но все, кто причастился к телу и крови Христовой, стали соучастниками Тайной Вечери, которые совершил Христос Спаситель накануне своих страданий. Сегодня мы слышали прекрасное поучение, касающееся этого величайшего Цаинства. Но я хотел бы обратить внимание на апостольское послание, которое мы слышали с вами. Апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, говорил о том, что он их научил, то, что слышал от самого Христа Спасителя. Как надо совершать причащение тела и крови Христовой. Надо сказать, и вы все прекрасно, я думаю, помните историю жизни святого апостола Павла. Ведь он не видел Христа Спасителя, так как видели его ученики и апостолы, которые в течение последних трех лет жизни Христа Спасителя на земле шествовали за ним, принимали самое активное участие в его проповеди и были участниками Тайной Вечери. Апостол Павел не был на этой вечере, но Господь ему открыл. И он говорит, истинно говорю вам, что я получил это от самого Спасителя нашего и Господа. И поэтому совершайте это величайшее таинство, вкушая тело и кровь Христову. И причащая соединиться необходимо таинственным образом со Христом. Но предупреждает апостол Павел, тот, кто вкушает, тот, кто ест недостойно тела и кровь Христову пьет, тот в суд это делает и в осуждении. И говорит апостол Павел, тот, кто недостойно это делает, тот, кто недостойно приступает, знает и помнит, поэтому многие из нас болели и даже умирают. Хотя в славянском языке это звучит несколько странно, и сегодня это необычно. В славянском языке это звучит так, кто недостойно причащается тело и крови Христовой, тот болеет и довольно спит. Вот так славянский текст передает это. Но смысл чрезвычайно важен, чтобы мы понимали, насколько это важно, достойно причаститься к телу и крови Христовой. Но по слову апостола Иоанна Богослова, как бы мы ни стремились достойно это исполнить и зачаститься к телу и крови Христовой, никто из нас не может сказать, что вот сегодня я достоин. Если мы об этом только подумаем, то знаете, говорит апостол Иоанн Богослов, что мы как мир звенящий, как кимбал врядкающий, мы никогда не можем быть достойными, но мы должны подходить к телу и крови Христовой со смирением, терпением и кротостью. И мы должны, подходя к чаше Христовой, говорить, Господи, я не достоин этого, но я хочу, чтобы Ты, Господи, вошел в меня и пребывал бы Ты во мне. Вот такое должно быть у нас настроение и состояние нашего духа. Я понимаю, Господи, что я не достоин, я грешен, прости меня, но я хочу с Тобой быть и хочу, чтобы Ты вошел в меня. И я думаю, что вот каждый из нас, как только поймет важного, достойного, а точнее сказать, смиренного и кроткого причащения или даже подхода к чаше Христовой, то я думаю, что многие из нас поймут, как мы подходим к чаше Христовой. Я, конечно, сегодня не хочу никого осуждать, но хочу обратить Ваше внимание. И вот прям буквально сегодня подходили некоторые знаки, и вместо того, чтобы за смирением, сложить руки на груди своей и сказать, Боже, милостив буди мне грешному, как это сделал мытарь, вошедший в храм и осознав свое недостоинство. Некоторые знаки подходят к чаше и дают пупчение. Как надо сделать. И оглядываясь еще назад, успеем еще всех оговорить. Ты не дави на меня, ты не толкай. Указания дают. Вы знаете, мне так хочется сказать, миленькое, но зачем Вы подходите? Вы и так все знаете. Не делите Вы этого. А некоторые сегодня подходили и говорили, Владыка, ну что Вы, почему Вы изменили традицию, которая у нас была? Раньше мы здесь, в холье, причащали, а Вы нас вот и всех сюда сдвинули, сгорнули. И здесь неудобно очень. Но Вы знаете, я в таких случаях говорю, а Вы знаете, а я хочу сказать, что буквально, может, еще несколько раз, что через дни все здесь в холье, а в том, кто-нибудь из нас скажет, а почему мы убедились в холье, а почему мы не в алтаре причащаемся, там более достойно, да? Вы знаете, конечно, я должен сказать, самое главное условие, как я уже сказал, это должно быть наше смирение. И хочу всем, кто говорит о том, что раньше была хорошая здесь традиция, это неправильная традиция. Самилия, по уставу церкви, это место, где находится и совершает богослужение священник, а не миряя. Вот это вот надо понять. Потому что если нам сегодня уже на сердце будет недостойно, то как я уже сказал, что вот в алтаре причастимся, то что, да, прям совсем недостойно, да? Вот, а потом уже и в алтаре будет недостойно. Так постепенно происходит деградация нашего внутреннего содержания, и вместо смирения у нас появится гордость. Что в следующий раз мы будем говорить, а почему священник меня не чищает, а не митрополит? А? Я так достойно честиться, понимаешь? Я вычитал молитвы, я утренние вычитал. Но то, что я своему ближнему там оговорил, я же достоин, поэтому я могу этого сделать, нет в этом случае смирения. И очень жалко когда-то, жаль того человека, который подходит к чаши Христовой и имеет такое гордое настроение. Я сегодня не хочу никого оговорить, я просто с вами вот так по-домашнему хочу поговорить. Так хочется пожелать, чтобы все мы со свирением и кротостью подходили к чаше Христовой. Но всегда должны помнить, вот мы в получении, я сегодня, может быть, еще несколько раз напомню о том, что мы слушали с вами сегодня поучение. Очень хорошее было о том, как необходимо и сколько раз необходимо подходить к чаше Христовой. Но мы должны все запомнить, что не количество причащений, готовых в месяц, должно быть у нас на первом храме. А как мы сможем сохранить этот дар, этот божественный дар, которого мы причастили сегодня в храме Божьем. Вот наша с вами задача сохранить этот драгоценный дар. Вы помните, ведь совсем недавно мы вспоминали преподобную Малию Египетскую. И скажите, мы с вами так хочется спросить, а сколько раз она в своей жизни причастилась? Два раза. Два раза. Раз? Да. Два раза причастилась в своей жизни. Один раз. Она может не помнить, причащали ее или нет, когда ее христили. Но тогда тоже была такая практика причащать. Но вот она однажды причастилась, когда она почувствовала, что Господь ее не допускает войти даже в храм. И второй раз. Через 17 лет подвижнического труда и подвига. Она еще раз причастилась в тело и крови Христовой. А вспомните, какое было отношение у преподобного Зосимы к старцам. Он говорил, что он видел ангела, который ходил по воде. Она, когда начала молиться, то он увидел ее, вознесенную на воздухе. Вот уж, наверное, хотелось бы сказать, не можешь ли выноситься так на воздух? Ты очень редко посещал их, да? А ведь она всего два раза в жизни почастилась. Это еще одно свидетельство того, к чему я нас всех и себя лично призываю. Научиться хранить этот драгоценный дар, которого мы сегодня сподобили. Мы сегодня приняли в себя самого Христа Спасителя. И мне хочется пожелать, чтобы мы с благоговением сегодня после службы возвращались в свои дома. Чтобы от нас, от православных христиан, сходило только хорошее, доброе, вечное, святое. Чтобы мы не раскатали этот драгоценный дар. Чтобы мы не обращали внимания на тех, кто, может быть, нас подтолкнул, а может быть, это нечаянно. Чтобы мы не обращали внимания, кто как от детства, кто как идет. Чтобы мы в своей очереди всегда имели горе, думали о Боге и о своем спасении. Хочется пожелать, чтобы этот драгоценный дар сохранялся в нас, и в наших душах, и в наших сердцах всю оставшуюся нашу жизнь. Я поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с принятием в тело и крови Христовой. И паки, и паки, еще и еще раз хочу пожелать, давайте будем хранить в себе этот драгоценный дар, которого мы сегодня сподобили. Я, кроме всех, вас поздравляю, всем желаю, чтобы Господь, видя нашу слабость человеческую, немощь нашу, чтобы Он помогал нам исправляться, чтобы Он помогал нам становиться лучше, добрее, чтобы от нас от православных христа находилось то, что хорошее, доброе и вечное, чтобы ничего слова от нас не хотело. Вот постараемся так проводить нашу жизнь. Ну и, конечно, вы обратили внимание, сегодня мы совершили чин омовение ног. Это, может быть, как-то внешне смотрится как спектакль такой же, да? Но это вот еще напоследование, которое очень символично. И оно вот так наглядно показывает нам, как Христос Спаситель омыл ученикам Своей ноги, показавшим самосмирение. И вот если у нас будет такое смирение, можно себе представить Христос Спасителя, да? Вот я иногда так думаю, вот, мне даже иногда, ну, вот так вот, знаешь, что надо будет перешить чин омовение, да? И думаю, как я, митрополит, буду омывать молоды священникам, да? А как подумаешь, а как Христос Спаситель? Ведь это же Бог, который сотворил небо и землю. И вот Он, знавя Себя, как всесовершенного Бога, смог в Себе проявить это высочайшее качество и дать смирение. Если мы с вами захотим хотя бы как-то уподобиться Богу, то тоже давайте будем проявлять смирение. Хотя сегодня люди далекие от церкви, либералы, которые пытаются человеческое достоинство ввести выше всего на белом свете, говорят, что это слабость человеческой природы, кто проявляет смирение. На самом деле это высочайшее качество природы и высшего творения природы человека. Потому что Сам Господь дал нам вот такой образ, образ смирения. И мы всегда должны помнить, что если мы будем проявлять смирение, то в этом случае с нами будет Бог. И Он будет нам помогать. И Он будет всегда рядом с нами. И мне хочется пожелать, чтобы мы снижали в Себе это качество, это драгоценное дар смирения. И только всегда должны помнить, что Бог гордым противиться, смиренно дает благодать. Хотите получить благодать Богу? Давайте будем смиряться. Не хотите, а да, давайте будем уподобляться гордиться бессмысленно. Но я думаю, что каждый прекрасно понимает, лучше свериться и быть с Богом, нежели возгордеться. И в этом случае Господь отступит от нас. Поэтому я сегодня всем желаю этого благодатного дара и милия. И в этом случае всегда будет пребывать нами Бог Аминь. Спасибо, Господи, Владыка. Еще и еще раз всех поздравляю с праздником, с Великим Четвергом. И хочу еще обратить внимание на одну маленькую деталь. У нас в народе называют очень часто сегодняшний день Великого Четверга чистой четвергой. Слышали это? И говорят, что, знаете, надо в этот день, оказывается, мыть дома, чистить свои дома. А на самом деле это неправда. У нас нет грязных речей в дней, в году. У нас нет чистых понедельников или чистых вторников. Вот у нас есть на первой неделе Великого Поста, первый понедельник Великого Поста, второй, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, первая неделя Великого Поста. А на Страстной Федминице нету чистых дней. У Бога все чисто. А вот Страстной Федминице – это великие дни. Великий понедельник, великий вторник, среда, четверг, пятница, суббота. И сегодня, конечно, я вас всех поздравляю и искренне благодарю, что вы не поддались этому языческому отношению или названию. Не остались дома чистить свои дома, а пришли в Храм Божий и почистили свои души. И причастились еще всем от Христова. Так что у нас сегодня не чистый четверг. Это нечто языческое такое. А у нас сегодня есть великий четверг, праздник. И я всех вас поздравляю с этим великим праздником. Спасибо, Господи, всех вас за ваши, за твои молитвы. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!